Что такое Нейролаб? Эксклюзив в музее КФУ. А хорошо ли быть старостой? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Илья Андреев. 27 февраля в Доме правительства Республики Татарстан под председательством Раиса РТ Рустама Миниханова состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества ТАТ Нефтехим Инвест Холдинг. Мероприятие принял участие ректор КФУ Ленар Сафин, проректор по направлениям нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. Совет рассмотрел ряд инновационных проектов, также были представлены новейшие разработки в области приборостроения, инновационные технологии производства универсальных добавок для дорожных покрытий. Президент России Владимир Путин своим указом удостоил почетным званием заслуженного деятеля науки Российской Федерации проректора по направлениям нефтегазовых технологий природопользования и наук о земле Казанского федерального университета директора Института геологии и нефтегазовых технологий Даниса Нургалиева. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с директором научно-технологического центра уникального приборостроения Российской Академии Наук Маратом Булатовым. На заседании обсуждался вопрос сотрудничества в научно-образовательной сфере. В частности, речь шла о создании совместных образовательных программ для магистратуры и аспирантура, а также о прохождении студентами практик стажировок на площадках научно-технологического центра уникального приборостроения Российской Академии Наук, что позволит готовить высококвалифицированные кадры для научного сектора и предприятий. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось открытие нейромаркетинговой лаборатории Нейролаб. О том, как прошло торжественное мероприятие, расскажем далее в сюжете. 28 февраля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось открытие нейромаркетинговой научно-образовательной лаборатории Нейролаб. Руководитель инновационного проекта Наталья Каленская провела обзорную экскурсию по мастерским разработки цифровых технологий для ректора вуза Ленара Сафина, генерального директора компании Нейротренд Натальи Галкиной и гостей мероприятия. Модератор рассказала об оценке потребительского восприятия контента и презентовала исследования в рамках программы «Приоритет 2030». По словам руководителя проекта Натальи Каленской, ключевая задача лаборатории – изучить, как реклама воздействует на конечного потребителя посредством нейрофизиологии. Это новые темы для исследования. Более того, у нас есть научный кружок нейромаркетинга, психологии, продаж, и студенты сами приходят и говорят о своих задумках. Когда студенты попадают в нашу лабораторию, когда они не видят наш кинозал, они сами вызываются с идеями. А можно это попробовать? Конечно, можно. Поэтому для студентов это поприще для реализации своих идей, креатива, творчества и других шалостей. После в зале заседания ученого совета института состоялось обсуждение дальнейшего развития научных тем для поисковых научных исследований в сфере нейрофизиологии. Решение об открытии образовательной лаборатории принималось еще в сентябре 2021 года. Однако разработка осуществилась только в этом году. Очень хорошо, что на сегодняшний день уже и студенты будут погружены сейчас в эту работу. Тем более тут я вижу и докторанты будущие, и возможно, так сказать, и еще нас, ребят, привлечем к этой деятельности. Поэтому это очень здорово. Поэтому мы будем помогать, безусловно. Отметим, что на сегодняшний момент нейролаб является самой большой лабораторией в России, которая может предложить большой спектр нейроисследований не только в области маркетинга, но и рекламы, пиар, психологии и дизайна. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Причины скопления вооруженных сил Украины на границе Приднестровья прокомментировал эксперт Казанского федерального университета. 24 февраля российская Минобороны сообщила, что на границе с Приднестровьем было зафиксировано значительное скопление личного состава и техники ВСУ. Это может подтверждать подготовку военной провокации, о чем Минобороны заявляла днем ранее. Вообще сама ситуация в Приднестровье накаляется еще с прошлого века. Ситуация начала развиваться еще в 1990 году, когда Приднестровская Молдавская Республика заявила о своем выходе из состава Молдовы и провозгласила суверенитет своего государства. Вот с этого момента появляется новое государственное образование Приднестровская Молдавская Республика. По словам эксперта, Украина сама по себе вряд ли пойдет на развязание вооруженного конфликта в Приднестровье, поскольку это потребует санкции США, признаков получения которой сейчас не видно, так как конфликт в Молдавии доставит американцам дополнительные проблемы. Все это происходит на фоне соответствующей спецоперации, которая проводится Россией. И, конечно, в этих условиях, конечно, мы можем констатировать эскалацию напряженности, в том числе и на границах с Приднестровской Молдавской Республикой. Также политологи говорят, что беспокоиться о крупном вооруженном конфликте не стоит, так как пока не видно, чтобы Молдовия была готова к какой-то крупной вооруженной акции против Приднестровья. Амир Ахтямов, Альбина Богудинова, Универньюз. У нас у студентов, у каждого есть староста. Одна из важнейших фигур в университетской жизни. Староста – это посредник между деканатом и нами, студентами, на плечах которого лежит непростая задача. О том, как прошло заседание старост, расскажем далее в сюжете нашей новостной службы. В концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета прошло очередное собрание старост. Они – ключевое звено органов студенческого самоуправления. Староста всех групп собрались, чтобы решить важные вопросы и улучшить студенческую жизнь. В первой половине дня на заседании присутствовали старосты первого и второго курса, бакалавриаты и специалитета. Во второй половине – третий, четвертый курсы и магистранты. Сегодня у нас собрание со старостами, в рамках которого пройдет церемония награждения. Церемония награждения по итогам активности старост за первый семестр 2022-2023 года в рамках проекта «Староста КФУ – это призвание». В рамках проекта «Староста КФУ – это призвание» прошло награждение самых активных старост со всех институтов. Им вручили грамоты и благодарственные письма, а также сказали напутственные слова. Сами старосты признаются – проведение таких мероприятий важно. Это для нас действительно призвание, потому что ты работаешь не только на группу, ты работаешь на преподавателя, сотрудничаешь с куратором. Безусловно, ты помогаешь еще институту взаимодействовать с группой. Во второй части собрания студенты совместно с преподавателями Казанского федерального университета традиционно обсудили актуальные вопросы для обучающихся, такие как организация образовательного процесса, проживание иногородних студентов в общежитиях университета, назначение социальной поддержки и другие. Азалия Кудлахметова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Музей истории Казанского федерального университета включает в себя свыше полутора тысяч экспонатов. Знакомят посетителей с двухсотлетней историей университета. Ежегодно он пополняется новыми предметами. Какими в этот раз узнаете в сюжете. В предактовом зале Музея истории Казанского университета 22 февраля состоялось открытие выставки новых поступлений за 2022 год. Музей КФУ пополнились почти на 700 новых единиц хранения. Ежегодно в коллекцию поступают предметы от студентов, преподавателей, сотрудников и гостей университета. Значительная часть из них 500 единиц хранения в Музее истории Казанского университета. Это два больших архива. Один из них Ивана Михайловича Ионенко, другой Константина Владимировича Костылева. Иван Михайлович Ионенко был ветераном Великой Отечественной войны. Именно он являлся научным руководителем снежного десанта Казанского университета. И его сын начал преподавать архив еще в 2021 году. А в 2022 году значительную часть составили фотографии, а также фронтовые письма Ивана Михайловича. Архив Константина Костылева был передан его дочерью Евгении. Защитил докторскую диссертацию. Он стоял у истоков создания кафедры радиоастрономии и стал первым заведующим этой кафедры. Значительное поступление связано с поисковым отрядом снежного десанта Казанского университета. Но в 2022 году в собрание музея вошли и другие экспонаты. Например, личный архив Ляли Юдашева и ведущего научного сотрудника научно-исследовательского химического института имени Бутлерово. Казанского университета коллекция геологического музея имени Штукинберга в 2022 году пополнилась 44 образцами минералогической и палеонтологических коллекций. А в зоологический музей и гербария имени Эверсмана прибыли чучело животных, пятнистый зублефар, самец коноплянки, самки, овсянки, ремеза, а также рыжая полевка. На выставках новых поступлений мы видим маленькие истории, которые создаются благодаря тем людям, которые подарили в музее университета свои предметы, связанные с историей университета, с историей научных школ Казанского университета. Дальше на основе этих коллекций могут проходить серьезные научные исследования, которые становятся основой для кандидатских, докторских диссертаций, изданий монографий и, конечно, для новых выставочных проектов. Музей истории Казанского федерального университета может посетить любой желающий своими глазами увидеть становление и развитие вуза. Экскурсионная программа включает в себя обзорную экскурсию, посвященную научным школам, университетам и его выпускникам. Выставку можно посетить в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Более подробную информацию можно найти на сайте Казанского федерального университета. Альбина Богудинова, Алина Красильникова, Фарид Захитеглы, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил председатель правления Российского общества историков-архивистов, президент Российского государственного гуманитарного университета, директор Института евразийских и межрегиональных исследований, академик Российской академии наук Ефим Пивовар. В рамках официального визита он встретился с ректором КФУ Ленаром Сафиным. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в части сохранения историко-культурного наследия народов, проживающих на территории Татарстана. Я приехал для встречи с ректором университета. Я же президент. Это тот человек, который много лет был директором университета. У нас вообще общее поле. Может, мы сможем возобновить или идентифицировать наши контакты университетов. Я имею в виду Казанского федерального университета и Российского государственного гуманитарного университета. А на этом у нас все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова